Один из самых важных вопросов, которые может задать любой живой человек, это «Кто такой Бог?». Самые лучшие умы человечества никогда не смогут дать определение «Кто такой Бог?». Одна из попыток описать Бога говорит, что Бог может любить. Я же скажу обратное. Бог не имеет любви. Бог сам есть любовь. Чистые чувства Этот мальчик шел домой, ненавидя себя. Он говорил, что больше не достоин быть сыном и даже называться сыном. Однако в самый центр этой тьмы приходит отец и говорит «Я люблю тебя». Как мы могли не принять ту любовь, которую так хорошо видно? Блудный сын вернулся домой. Идя домой, он готовил речь для своего отца. Он не покаялся в том, что сделал в далекой стране. На самом деле он возвращался к своему отцу и думал, что сможет провернуть определенную сделку. Он думал, что будет одним из слуг в доме своего отца. Он думал, что станет наемником. Во времена Нового Завета нанятые слуги не имели собственности, не имели земли или дома. Такой человек был временным подемщиком. В таких слугах нуждались в определенные дни, однако они чаще всего не имели постоянной работы. Обычно их нанимали в пять утра, и они могли работать один день. Иногда была такая работа, которая требовала их помощи в течение недели. Этот блудный сын был готов работать у отца за еду. Ему даже не нужно было денег, но только еда, чтобы существовать. Он сказал, «Отец, я умираю с голода. Отец, дай мне еды и сделай меня своим наемником». Сын размышлял сам в себе, проявит ли отец милость в отношении него. Таким образом, сын рассуждал как бизнесмен, который хотел провернуть деловую сделку. Он продавал себя как наемника. Когда он пришел к отцу, что он там увидел? Это была засада. Но засада любви. Вот идет сын, он еще далеко в пути, виден только его силуэт на горизонте. Он идет, прокручивая мысли в голове и всю свою заготовленную речь, и тут на него обрушивается любовь. Его обнимают, его целуют, его любят. Он даже не смог нормально сказать заготовленную речь, только вымолвил, согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Отец прерывает его спонтанные слова. Было бы естественно ожидать от отца гневного крика на своего сына. Однако он этого не сделал. Сын был очень удивлен. Сын получил новую одежду, лучшую одежду. Так может делать только посвященное любящее сердце. Этот мальчик шел домой, ненавидя себя. Он говорил, что больше не достоин быть сыном и даже называться сыном. Однако в самый центр этой тьмы приходит отец и говорит, «Я люблю тебя. Ты свободен от твоего прошлого. Ты мой сын, который был мертв, однако сейчас ты ожил». Итак, после всего этого сын получает одежду, обувь, даже ценное кольцо. Еще одна удивительная вещь происходит после этого. Старший сын, который оставался с отцом, никогда не видел и не замечал отцовской любви по отношению к себе. Этот сын завтракал, обедал, ужинал со своим отцом каждый день, но он так никогда и не увидел, какой у него отец, кем был его отец. Мысли этого сына очень похожи на мысли фарисеев того времени. И это другая сторона этой истории. Мы помним, что фарисеи и книжники спросили как-то Иисуса, почему он общается с мытарями и грешниками, и ест и пьет с ними. Эта притча является частью ответа на этот вопрос. Сначала Иисус рассказал притчу о потерянной овце, потом о потерянной драхме, и затем о блудном сыне. Однако ответ мы слышим только в четвертой истории, в рассказе о старшем сыне. Старший сын считал себя достойным такого поведения отца, которое тот проявил по отношению к младшему сыну. В его словах мы слышим «я лучше, чем он». Так как «я лучше», я никогда не буду делать того, что сделал этот сын. Я никогда не пойду туда, где жил он. «Я намного лучше его, и для тебя, отец, я намного лучший сын, чем тот. Если ты его накажешь, я бы злорадствовал, потому что он достоин наказания. Я был бы очень счастлив, если бы увидел его в аду, тогда как я был бы на небесах. Я лучше». Он пришел домой и увидел младшего брата, которого ненавидел и презирал, и вот он видит его за столом, потому что отец закатил целый пир. И вот отец сидит рядом с этим братом, и все радуются, веселятся. Старший сын не стал входить в дом, потому что для него это было социально неправильно. Мы читаем, что отец вышел из дома и стал звать его. Это было во второй раз, когда отец вышел из дома. Первый был, когда он побежал навстречу своему блудному сыну, и тем самым он обесчестил себя. И теперь он во второй раз выходит из дома. На что старший сын ему отвечает, что он не станет идти в дом. В обществе, где сын не должен был стыдить своего отца, отец уже сильно запятнал свою репутацию. И теперь в глазах односельчан отец вторично позорит себя. Он начинает упрашивать старшего сына войти в дом. Он позволяет своей любви выйти наружу и злиться на сыновей. Он говорит старшему, «Себя я тоже люблю». Кстати, когда он обращается к старшему сыну, он использует совершенно другое слово. Все время в этой притче звучит слово «сын». Однако в разговоре со старшим сыном отец употребляет другое слово. Сейчас он говорит, «Мой дорогой сын, мой возлюбленный сын». Точно так же обращалась Мария к Иисусу, когда его потеряли в храме, когда Иисусу было 12 лет. Когда же Мария и Иосиф нашли Иисуса в храме, она тоже обратилась к нему, «Возлюбленный мой сын». Так вот, теперь мы видим, что отец тоже обращается к своему старшему сыну, используя всю ласку и нежность по отношению к нему. Это не то слово, которое он употребил по отношению к своему младшему сыну. И сейчас отец прилюдно стыдит себя. Он выходит и умоляет старшего сына войти в дом. «Все, что я имею, принадлежит себе навеки». Он говорит именно эти слова, только их нужно прочесть между строк. У нас так и нет того, что сын ответил отцу. История на этом закончилась. Я думаю, что тогда история только получила свое начало. Теперь у нас два понимания Бога. Первое понимание — кто такой Бог? Один из самых важных вопросов, который может задать любой живой человек. «Кто такой Бог?» Опиши мне своего Бога, и затем скажи мне, кто я. Я могу понять себя только тогда, когда я знаю, кем является Бог. Какой Он? Самые лучшие умы человечества никогда не смогут дать определение, кто же такой Бог. Бог пришел на землю к людям, и Он отдал Себя за людей. «Видевший Меня, — говорит Христос, — видел и Отца Моего Небесного». Только Иисус мог объяснить Бога. Только Бог смог сказать нам, каков же Он, что Бог есть любовь. Хотите поделиться с друзьями или с членами семьи посланием от Малькома? Интервью с Малькомом Смитом в двух частях можно приобрести на DVD, заказав его в нашем онлайн-магазине, равно как и многое другое от программы «Чистые чувства». У нас также есть специальный выпуск, в котором представлена полная версия проповеди, не вошедшая в эти две программы. Заходите на наш сайт, и приобретите одну из двух частей этого интервью или же более полную версию этого интервью на нашем сайте. Если вы смогли бы сформулировать главные характеристики и черты Бога, что бы вы ответили? В книге, преображенной в его образ, представлены лучшие мысли таких проповедников, как Лин Пейн, Лэри Крафт, Бенедикт Роше, а также учение Библии, которое отражает самую главную цель жизни. Вы можете приобрести копию книги на нашем сайте. purepassion.us Бог являет себя в любви, которую Библия называет любовью завета. Это такая любовь, которая не жалеет себя. Это заветная любовь, когда Бог отдает самую суть себя человеку. Это не чепуха, не хлам. Бог дает нам себя нематериально. Бог связывает себя с нами, с твоей жизнью до смерти. Он говорит, «Я с тобой, я разделяю с тобой историю твоей жизни, и хотя ты убиваешь меня, я все равно преданно люблю тебя. Я отдаю себя тебе». Это Бог. Это самый лучший Бог. Иоанн очень хорошо говорит о Боге. Бог есть любовь. Я никогда не устану повторять эти слова. Бог есть любовь. На самом деле, я скажу обратное. Бог не имеет любви. Бог сам есть любовь. В этом содержится огромная разница. Если у меня есть стакан воды, то по мере того, как я буду пить из него, вода будет уменьшаться. Поэтому мы говорим, Бог не имеет любви. Если бы Он ее имел, то она могла бы в одно время быть, в другое время пропасть, потом опять появиться. Если Он разгневался, то любовь ушла. И так далее. Однако Бог — это любовь. Любовь — это суть Бога, самая сердцевина Его сущности. Бог отдается нам в любви. Он там, где мы. Он отдает Себя нам. Он разделяет с нами нашу судьбу. Теперь мы становимся частью Его существования, а Он должен стать частью нас. «Приди и сиди со мной, мой сын и моя дочь». Так говорит Бог. Это слова завета, которые заключает Бог. Это любовь завета. Ну что ж, давайте вернемся к фарисеям. Они затеяли ложь. Всякий раз, когда мы говорим о фарисеях, мы понимаем, что они распространяли сатанинскую ложь. Когда мы говорим о спасении и о Боге, всегда будет противостояние. Фарисеи противостояли в словах. Это сатана, который первый назвал Иисуса лжецом. Сатана с самого начала говорил ложь о Боге. Он пришел, чтобы испортить наше представление о Боге, наговорить нам ложь о Нем. Сатана дал нам картину Бога как судьи. Однако Бог есть любовь. Он отдал Себя за нас. Даже на кресте, приговоренный к смерти, Бог любил. «Приди и сиди со мной». Так говорит Бог. Сатана же говорит, что Бог уродливый, строгий судья, который только и хочет, чтобы наказать тебя за твой грех. Он пришел, чтобы приговорить тебя к смерти. Скажите мне, где Писание говорит, что Бог — это судья? Бог — это любовь. И судить будет Его любовь. Это совершенно другое. Когда я смотрю на своего судью, то вижу в нем только любовь, которая умерла за меня. Этот судья пришел и сел рядом со мной. Он взял мою вину. Писание дает нам совершенно другую картину Бога. Но Сатана, который противостоял Богу, исказил всю картину о Боге. Он дал людям религию, которая описывает Бога как судью. Однако слово «завет» разбивает эту картину в пух и прах. Но и тут Сатана вмешивается и говорит, что раз есть слово «завет», значит, это любовь по контракту. А что такое контракт? Это документ, который обеспечивает безопасность. Если я составляю контракт, это договор. Я подписываю договор с водопроводчиком или электриком, и согласно договору он приходит ко мне и выполняет определенную работу. Мы не доверяем друг другу, и поэтому мы договариваемся об условиях друг для друга. Если он сделает это, то я сделаю ему вот то. Если он не сделает этого, я с него штраф возьму в конце концов. Если же он сделает, а я не сделаю, то он возьмет с меня штраф. Договорившись, мы подписываем контракт. Однако «завет» — это нечто другое. Так как я люблю тебя без границ, поэтому я отдаю себя тебе. Контракт бы имел обязательные условия «если». «Если ты сделаешь это, я сделаю то». «Если ты сделаешь это, хорошо, я награжу тебя». «Если ты не сделаешь, я накажу тебя». И так появилась религия. Она сказала, что Бог — это судья. У него есть свои правила, которые ты должен хранить. Если ты это делаешь, то Бог тебя принимает. Однако ты никогда не можешь быть уверенным, будешь ты принят или нет. Ты вообще все правильно делаешь или нет. Так поступают Боги. Боги, которые пишутся с маленькой буквы, они всегда наказывают. И так фарисеи верили в Бога. Так же верил и старший брат, который верил в любовь по контракту. Он сказал, «Вот я столько лет тебе служу и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленочка». В этих словах нет личных отношений. Когда существует контракт, тогда не бывает любви, не бывает личных отношений. Все, что требуется, — это выполнить работу и получить за нее то, что причитается. «Я все сделал, теперь по контракту дай мне то, что я заслужил». Такой человек думает, что он заслужил, чтобы Бог его принял. «Я ведь лучше, чем другие». Люди дорожат своими контрактами, они боятся пожертвовать ими. А ведь нужно получить любовь. Очень часто я вижу в жизни, что люди не могут понять, что такое Бог. А ведь Бог — это любовь. Такие люди чаще всего являются хорошими прихожанами. Это религиозные, набожные люди. Я много могу перечислять все их добрые дела, как хорошо они исполняют заповеди, что они всем нравятся. И, глядя в зеркало, они говорят, «Спасибо тебе, что я не такой, как другие». На самом деле, они используют других людей как зеркало для себя, в которых находят то, что им не нравится. Поэтому для них трудно понять, что же такое безусловная любовь. Любовь, которая приходит и садится рядом со мной, когда я знаю, что согрешил, и когда я сам лучший обвинитель против себя. Я нахожу Божью руку рядом с собой. Нахожу того, кто говорит мне, «Я люблю тебя», «Я принимаю тебя». Поэтому я не могу поверить, что кто-то может отвернуться от этой любви, увидев ее хоть один раз в своей жизни. В Писании мы говорим, «Чем религиознее человек, тем труднее ему принять любовь Божию». Да, мы видим эту мысль в Библии, и это так на самом деле. Вокруг нас много примеров самоправедных людей. Поэтому Иисус сконцентрировал свое внимание в этой притче именно на старшем сцене. Хотите поделиться с друзьями или членами семьи посланием от Малькома? Интервью с Малькомом Смитом в двух частях можно приобрести на DVD, заказав его в нашем онлайн-магазине, равно как и многое другое от программы «Чистое чувство». У нас также есть специальный выпуск, в котором представлена полная версия проповеди, не вошедшая в эти две программы. Зайдите на наш сайт и приобретите одну из двух частей этого интервью, или же более полную версию этого интервью с Малькомом Смитом. Если у вас есть айфон или айпад, у нас есть интересный подарок для вас. Зайдите в App Store, наберите «Чистое чувство» и получите доступ к видеопрограммам, а также различные конференции, старые телевизионные программы и многое другое. Прослушайте великолепные аудиолекции о насилии, гомосексуальности, сексуальной зависимости. Также получите доступ к нашим веб-сайтам на Фейсбуке и в Твиттере. Все это бесплатно от программы «Чистое чувство». Все мы были воспитаны в этом ужасном мире тьмы, когда тебя любят, признают и награждают за то, что ты все делаешь правильно. Поэтому пора перестать соглашаться с ложью сатаны, что Бог принимает тебя только тогда, когда ты становишься хорошим мальчиком или девочкой, когда ты все делаешь правильно. Если тебя любят только в этих случаях, то любовь — это как награда. Но я верю, я на самом деле верю, что сама идея любви была изменена. Я хочу сказать вам правду прямо сейчас. То, что Библия называет Евангелием. Это слово пришло в английский язык в 16 веке. Изначально слово «Евангелие» означало хорошую, благую весть, которая радовала человека. Такое определение дает нам словарь 16 века. И это то, что является сердцевиной Библии. Так вот, Евангелие — это то, что Бог есть любовь, что Он пришел к нам в Иисусе. Иисус, Его смерть и воскресение сняли с нас вину, потому что Иисус взял ее на Себя. Это самая лучшая весть, которую ты когда-либо слышал. Самая лучшая. И также в послании к римлянам в первой главе в 17 стихе мы встречаем благую весть, что Евангелие является силой Бога для спасения. Поэтому открытие себя, своего сердца для этой благой вести очень важно, чтобы понять и принять слова, что Бог любит меня таким, какой я есть. Он не говорит, что будет меня любить, если я изменю свое поведение, но Он любит меня таким, какой я есть. Эта весть приходит к нам через Святого Духа. Бог есть Дух. Бог это Святой Дух. Святой Дух приходит для того, чтобы сделать эту новость явной для нас. Он тот, кто связывает нас с Богом Отцом. Первый, кто услышит и поймут эти слова, находится не здесь. «Не хочу кого-либо обидеть из вас», но те, кто поймут эти слова, это грешники. Вы пойдете на небо, когда умрете. Я говорю сейчас о чем-то очень радикальном, что касается самой сути вашей веры. Тогда, когда вы не можете принять себя, когда вы находитесь в самом центре темноты, Бог приходит и говорит вам, «Я люблю тебя, я люблю тебя таким, какой ты есть, я не люблю тебя за то, что ты обещал быть лучше, я не люблю тебя за то, что решил сделать свою жизнь лучше, я просто люблю тебя». Слышать и знать это очень важно, потому что эта любовь воплотилась в Иисусе Христе, который есть Бог, который воплотился, пришел на землю и жил в этом мире, в этой плоти, столкнулся с жизнью так, как с ней сталкиваешься ты. Он принял нас и полюбил. Он понес наши немощи на себе, понес их до смерти. Он взял нас, как берет пастух свою овцу, кладет ее на плечи и несет. Он взял тебя, меня. Он понес нас, и теперь моя жизнь, весь я, это Христос, живущий во мне. Это та благая весть, которую ты слышишь теперь. Если ты слышишь эти слова, то знай, что эти слова рождены от Святого Духа, который есть сила Бога, и Он может изменить тебя. И вот вторая вещь, которую я хочу сказать, включая и меня самого. Павел вдохновляет и укрепляет нас словами из своего послания. Он молился, чтобы Дух Святой открыл наши глаза к пониманию, чтобы мы могли понять ту надежду, которой призваны. Эта надежда включает в себя могущество славы Божьей по отношению к верующим, которая забирает нас от смерти и вводит в круг семьи Бога. Это Дух Святой, как говорит Иисус, который направит нас во всякой истине. Этот самый Дух Святой придет, возьмет нас за руки и укажет путь, по которому нам надо идти. Это истинный Евангелие. Моя открытость Святому Духу откроет глаза моего внутреннего зрения. Не мои физические глаза, но глаза духовные. Да, наши духовные глаза открыты. Их открывает Дух Святой, и Он же руководит нами. Он помогает нам сделать шаги по правильной дорожке, идти правильным путем. Он руководит нами в истине. Это и есть истинная жизнь по Евангелию. Интересно, что человек под таким водительством сам начинает понимать, как правильно нужно себя вести. Хотя для религиозных людей, которые все измеряют контрактами, это кажется невозможным. Однако факт остается фактом. Когда я вижу эту любовь, мои внутренние глаза тоже ее видят. Когда Дух Святой который есть любовь, ее личное выражение приходит, то он становится моей внутренней силой и моим личным гидом, который ведет меня. Я понимаю теперь, что есть вещи, которые я совершаю, и я больше не хочу их делать. Я осознаю, что это не может быть связано с Божьей любовью и Богом Отцом, поэтому и мое поведение меняется. Теперь оно уже не пытается выполнять постановление закона. Мною движет внутренность, которой управляет Дух Святой. Теперь все заповеди уже написаны на внутренности моего сердца. Я верю, что именно это меняет нас. Такое изменение происходит, потому что мы принимаем благую весть и Святого Духа, который открывает нам глаза. Это называется рождением свыше. На Западе в последние полвека рождение свыше потеряло свое значение. Теперь каждый второй говорит о том, что значит быть рожденным свыше. Однако только Библия говорит нам, что же это такое. Это выражение хорошо описано в Библии. Другое слово, на которое мы должны обратить внимание, это воскресение, описанное в Евангелии от Луки 15 главе. Это переход от смерти в жизнь, когда уже не будет смерти. Новое рождение дает новое творение. Вы можете называть вещи своими именами. однако все эти понятия очень важны. Они помогают нам понять Божью любовь. Это также и наш шаг, который позволяет Духу Святому работать в нас. Я спрашиваю, «Кто твой Бог?» Когда есть понимание, кто такой Бог, будет и покаяние. Покаяние — это не оплакивание грехов, которые я совершил за последние 20, быть может, 30 лет. Покаяние на греческом языке означает изменение ума. Это значит, что я меняю свой разум в представлении, кто же такой Бог. Это значит, что я принимаю благую весть, что Дух Святой открывает глаза моего сердца, и я отправляюсь в путь, в котором я меняюсь. Меняется мой разум. Бог не судья, который приговаривает меня. Он совершенная любовь, которая называет меня возлюбленным, которая говорит мне, ты мой сын, ты моя дочь. Спирит deep in me Set me free Free to live with pure passion Living for your will and nothing more With passion for you Lord for to love to 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 you